Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А это что такое, вы скажете? Это к чаю. Это к чаю такой вкусный пирожок. Я вот такие пирожки делаю. Вот один пирожок съел и наелся на целую тарелочку. Вот это мой пирожок. Ну, это моим мальчикам пирожки, конечно. Наедаются двумя-тремя достаточно. Даже один будет достаточно, видите, на всю тарелочку. Все. Это с томатами, с помидорами, с сыром. В общем, внизу будет ссылочка. Кому интересно, посмотрите. Это я отдельно в кадр попала. Я уберу. Так, дорогие мои, сейчас мы делаем с вами урок у меня. Прянофобия, спецомагия. Есть у меня такой раздел на моем канале. Вы можете зайти и посмотреть. Там столько интересного. И, видите, я подготовила свою очаровательную с насадками. У меня вот насадка для кофе уже спрятана. Я ее убираю. А здесь у меня одета уже насадка для моих круп. Мукомольная. То есть у меня мукомольная есть насадочка. Поэтому, когда вы покупаете кофемолки, смотрите, чтобы там было так именно. Итак, начнем. Я делаю сейчас стандартную свою приправу для супчика. Обычно делаю суп-пюре. И чтобы там было разнообразие всяких трав и зерновых культур, я добавляю свои вот такие всякие разные приправки. И вот сейчас будет приправа приготовлена. Скажем так, добавка суповая. А эта добавка, вы сами понимаете, что она должна быть максимально полезная. Иначе грош нам цена. Нужно ценить все, что Бог дает. Первое. Я беру гречку. Ну, гречка уникальная. Да, она повышает гемоглобин. Она делает кровь нашу чистой. Я беру буквально... Ну, я не знаю, вы как хотите, я все один к одному беру. Один к одному. Я же не знаю, какая у вас баночка, сколько вы будете себе заготавливать. Я просто говорю, один к одному. И сейчас перемалываем мелко-мелко-мелко. Нужно будет перемолоть гречку. Ну, чтобы вас не мучить, я сделаю паузу. Итак, я перемолола. Вот моя гречка. И закладываю теперь все вот сюда. Из крышечки тоже убираю. Вот так вот. Старайтесь сделать так, чтобы у вас была помельче. Чем мельче, тем лучше. То есть, прям, чтобы как бы мука была. Дальше беру зерно овса. Овес это прекрасный восстановитель, скажем так, сердечного ритма. Еще понижает сахар в крови. Очищает сосуды любой отвар. Поэтому в любом супчике, в любом бульоне это будет прекрасная добавка. Самое главное, что понижает уровень сахара в крови. Сахар это страшная среда для бактерий. Именно в сахарной среде бактерии вальяжно себя чувствуют. А нам надо понижать уровень сахара в крови. Очищает сосуды. Тут есть кремний и даже селен. Ну, то, что витамин много, в нем это понятно. Про кремний я рассказывала, почему кремний нам нужен. И так, как я уже говорила, все один к одному. Овес сюда же. Есть такое дело. Овес положили, закрыли и сейчас перемололи. Но, чтобы, опять-таки, вам не было неприятно, как многие пишут, я сделаю паузу. Готово, дорогие мои. Все готово. Есть. Я перемолола зерна овса. И вы заметили, что нам нужны зерна. Нам совершенно не нужны хлопья. Хлопья нам не помогут. Хлопья уже приплеснутые, пришпиленные. Уже они нам не подходят. Нам подходит цельное зерно овса. Цельное зерно, не сечка, не что, а именно не хлопья, а именно цельнозерновые нам нужно. Из них мы делаем приправку, чтобы это было все по-настоящему. Дальше у нас очень важный продукт. Я считаю, один из самых крутых продуктов. А это у меня тут такая веточка и ушки, я повесила себе. Ну, просто иногда у меня бывает вдохновение. Итак, я беру чечевицу, дорогие мои. Вот такую вот, не оранжевую, не зеленую, никакую, а вот такую вот. Самое, что ни на есть, простая чечевица. Это настоящий растительный белок. Превосходный источник железа. Здесь и фолиевая кислота, и кальций, и марганец, и калий для сердечка, да, и медь, и фосфор, и йод. У кого щитовидка? У кого щитовидка? Вот вам чаще кушайте чечевицу, йодосодержащие продукты. И цинк здесь есть. Здесь есть омега-3, омега-6. Конечно, не как в рыбе, конечно, не как в мясе, но немного есть. Здесь витамины группы В. А когда прорастает чечевица, я иногда делаю такие фокусы, я люблю проращивать зерна. И, вы знаете, в пророщенных зернах чечевицы огромное количество витамина С. Поэтому я всем советую проращивать зерна чечевицы. Итак, теперь сюда же, в нашу, скажем так, добавку уникальную, мы добавим чечевицу. И опять-таки я сыплю все один к одному, все один к одному. Засыпаю в свою великолепную кофемолочку и не действую вам на нервы, исчезаю на секунду. Готово! Так, посмотрите, что произошло. Моя кофемолка превратила чечевицу в пыль. Просто в пыль. Вот так вот она делает. Просто в пыль. Поэтому сейчас мы эту добавку перекинем так же. Есть. Есть. Нам, еще раз повторяю, очень мелкий помол. Нужен очень мелкий. Поэтому я вот всегда, когда хожу по таким магазинчикам, не кидаюсь там на кухонные комбайны или еще что-то. Мне не надо. У меня есть прекрасная терка. Я смотрю, чтобы, допустим, острая была терка. Пока острей своей старенькой я найти не могу. Хотя мне нужно ее уже поменять. Она аж просто плачет и говорит, поменяй меня. Но, но, но. Итак, уникальный продукт чечевица ушла. Вы представляете, вот в бульон, что я добавляю? Вообще, я очень люблю вот этот момент своего хобби. Это специомания, прянофобия или наоборот, специофобия, прянофобия. Следующие, это мои слова. Я придумала их сама. Но такое у меня хобби. Следующие мои любимые ингредиенты, которые обязательно должны быть в каждом бульончике. Это куркума и паприка. Ну, про куркуму у меня есть целое видео. Девочки, заходите ко мне на канал. Смотрите, вы просто обалдеете. А лучше подпишитесь. Те, кто только что зашел, лучше подпишитесь. Потому что, ну, тогда вы будете получать уведомления о том, что вышло новое видео. И наверняка вы узнаете новую информацию. Потому что я стараюсь в каждое видео вставить важную информацию, чтобы донести до своих детей. Представляете, если я для своей семьи это несу, то насколько это круто. Ведь здесь еще и интернет-семья присоединилась. Это в два раза круче. Поэтому про куркуму я говорить особо не буду. Это великолепный продукт. Антисептик мощный, антиоксидант. А вот сейчас здесь у меня паприка. Паприка? Что такое паприка? Многие не знают, что такое паприка. А ведь это болгарский перец. Или просто сладкий перец. Кто как его называет. Ну, я его называю болгарский перец. Он бывает и розовый, тогда он немножечко будет, знаете, какой. Ну, горче. Горче. Либо просто болгарский перец. Сладкий. Вот это сладкий. Паприка. Масса витаминов. Масса минеральных веществ. Но огромное количество витамина С. Огромное количество. Даже больше, чем в лимоне считается. Поэтому паприка. Вы знаете, в Венгрии, когда вы приедете в Венгрию, у них фирменное блюдо, цыпленок под паприкой. А еще это паприка, это национальная, скажем так, приправка немцев, мексиканцев, испанцев, ну и венгров, конечно. Вот так что, это тоже пойдет сюда. А представляете, какой цвет придаст. Вот если мы возьмем сейчас и сделаем, сделаем вот так вот. Если мы сделаем вот так вот. Оп, оп, оп. Нарисуем красоту. Я люблю этим заниматься. Вы понимаете, что это творчество. Посмотрите, какая красота. Это просто цвета. Божественная красота. Это и есть божественная красота. Это все цвета, которые Господь Бог нам дает. И мы. А мы уже со своей мудростью. Если мы просим у Бога мудрости, то и получаем. И получается, что наверняка мой бульон, мой супчик вкуснее супчика, скажем так, неверующего человека. Потому что я ценю все, что дает Бог. И стараюсь всем, всем, всем. Он же сказал, всем пользуйтесь. Всеми дарами его пользоваться. Получается цвет у нас такой, знаете, розоватый. Вот эта вот приправка у нас, она и не белая, она и не зеленая. Она слегка розоватая. И вот обязательно ее, с чем бы я ни делала супчик, обязательно ложечку добавьте. Представляете, какой это бат. Теперь, не забывайте утром, когда вы делаете ребенку кашку, даже если вы запариваете ему овсяные хлопья, например, или, ну там, что вы запариваете ему, положите туда вот ложечку вот этой приправки. И вы насытите и омега-3, и омега-6, и витамины группы В, и йодом, и цинком, и калием. Это такая прелесть, это такая полезность, что будьте благословенны вы, ваши близкие и ваши дети. Пусть ваши дети станут также благословением и вам в вашей жизни. А я вас всех люблю. Я благодарна вам, низкий вам поклон за каждое ваше благословение в мой адрес и в адрес моей семьи.